МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый сезон с новым именем. Команда ВРЗ готовится к мини-футбольному чемпионату страны. В Ветковском районе прошел открытый республиканский чемпионат немецких курцхаров по болотной дичи СОЖ-2015. На минувшие недели в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу команды провели два тура. В 2014-м Речица 2014 уступила Городеи 0-1. Химик не смог взять очки в игре со Слонимом. Команда из Светлогорска проиграла со счетом 2-3. Гомель Желдор Транс принимал столичную звезду БГУ. Кубковый матч против Белшина оставил гомельчанам вдвое меньше времени на восстановление, чем сопернику. Тренерский штаб Гомель Желдор Транс сделал ставку на надежную защиту и острые контратаки. Этот план принес плоды. На 30-й минуте минчане избили в своей штрафной игрока гомельской команды, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Евгений Барсуков. Через две минуты оборона гостей опять сдала сбой, которым воспользовался все тот же Барсуков. 2-0. Они внесли очень даже ключевую лепту в игру, что два быстрых гола было. И потом мы уже играли по счету. И еще раз говорю, что искали свое счастье в контр-игре. Дальнейшее развитие событий показало, что выбранная тактика себя оправдывает. На 53-й минуте Станислав Нахимов дальним ударом довел преимущество хозяев до трех мячей. Мяча не смогли сократить счет. После подачи углового дальнюю штангу замкнул Дмитрий Томела. Однако железнодорожники почти сразу ответили. Кирилл Шрейтер после сольного прохода сделал счет 4-1 в пользу гомель Желдартранса. К слову, мяча не рук не опустили и не оставляли попыток сократить счет. И на 80-й минуте им все же удалось забить. Но из положения вне игры. В итоге игра закончилась со счетом 4-1 в пользу хозяев. Мы не смогли сегодня организованно сыграть в обороне. Так как это нужно делать. Очень большое количество выходов один на один. То есть 4 мяча это еще могло быть и больше. Мы готовились к серьезному сопернику. Знали их слабо-сильные стороны. Планировали сыграть строго от обороны. Что в общем-то и получилось. И поймать свое счастье в контратаках. Очень много сил затратили в кубке. А у звезды был 10-дневный перерыв. То есть они планомерно готовились. А у нас тут восстанавливались. Ребятки молодцы. Перетерпели. Навал звезды перетерпели. Реализовали свои шансы. В общем-то готовимся к следующему матчу. Следующий матч Гомель Желдартранс провел в минувшее воскресенье. В рамках 15-го тура на выезде против Барановичей. Гомельчане уступили 0-1. Первой победы в сезоне добились футболисты Речицы 2014. С отсчетом 3-1 обыгран Кобрин. Светлогорский «Химик» потерпел крупное поражение от Ислыча 0-4. В турнирной таблице из представителей нашего региона выше всех располагается Гомель Желдартранс. Десятая позиция. «Химик» на 13-й. Речица 2014 на последний 16-й. Гомельская команда «Ветро» сдебютировала в высшей лиге чемпионата страны по мини-футболу в минувшем году. Сходу клуб занял шестое место в первенстве и дошел до полуфинала Кубка страны. Согласитесь, достижения серьезные. В грядущем сезоне команда продолжит бороться за трофеи. Однако уже под другим названием. Подробности далее. За годы выступления в футзальном чемпионате страны команда ВРЗ выиграла все, что можно. Десять титулов, в том числе две победы в Кубке чемпионов. В минувшем сезоне клуб решил попробовать себя в мини-футболе, заявившись сразу в высшую лигу под названием «Ветрость». Футзальный чемпионат также не остался без вагоностроителей. ВРЗ продолжил выступление в национальном первенстве. В грядущем сезоне все усилия на мини-футбольный чемпионат. А потому команда получила знакомое многим болельщикам название ВРЗ. В этом году у нас команда объединена, выступает и сосредоточилась на мини-футболе. Мы решили старое традиционное название этой команды возвратить. В тренерском штабе ВРЗ ожидает, что второй сезон вышки будет сложнее дебютного. Если в минувшем чемпионате где-то имела место недооценка со стороны соперника, то в грядущем на это рассчитывать не стоит. Да и чемпионат из года в год становится все сильнее. Мы сделали ряд выводов для себя. Мы учимся здесь и скорректировали подготовку к чемпионату, исходя из тех ошибок, которые мы совершили в прошлом сезоне, чтобы не повторить в этом. Что касается трансферной политики, то команда сейчас в стадии формирования. В межсезонье ВРЗ покинул ряд игроков. Дмитрий Лось будет выступать за Витебский ВИТЭН. Украинцы Артем Золотухин и Никита Можейко перебрались в БЧ. Алексей Мешкович завершил карьеру. Пополнили ряды команды Артем Гусельников, выступавший за СМП-354, и Дмитрий Рябцев из БЧ. Кроме того, ведутся переговоры с несколькими легионерами из Украины. Сейчас подготовка к новому сезону в самом разгаре. Кроме тренировок в планах проведения товарищеских матчей и участия в турнирах. Ребята уже втянулись в учебно-тренировочный процесс. Дальше будем увеличивать физические нагрузки, чередуя их тактико-специальными занятиями. И планируем завершить подготовку к концу августа, когда начнется чемпионат. Если брать в рейтинговом положении среди команд высшей лиги мини-футбола, ну у нас рейтинг где-то будем говорить шестое, седьмое, восьмое место. Это мы так определили. Это наш взгляд, наше мнение. Поэтому мы будем стараться попасть в плей-офф. На минувшие недели мы рассказали вам о том, как к новому сезону готовится женская команда гонбольного клуба «Гомель». На этот раз мы отправились в стан мужской команды. О трансферных новостях и планах на будущий игровой год в следующем сюжете. Из отпуска бронзовый призер минувшего чемпионата страны вышел в начале июля. Позади первый цикл подготовки. Гонболисты работали над развитием силовых и скоростных качеств. Следующий этап уже непосредственно гонбол, технико-тактическая подготовка и работа с мячом. За лето состав команды претерпел существенные изменения. В столичный СКА перебрался Александр Пацекайлик. Максим Марченко принял решение о завершении карьеры. А Николай Зинько и Максим Чебров попробуют себя в качестве тренеров. Возникшие в составе пробелы заполнят новички. В этом сезоне мы взяли Алексея Ушала из команды Кронана. Я считаю, что это существенное усиление. Позиция линейного игрока. Затем вернулся на родину Захар Гусаков из Брестского гонбольного клуба. Степанов Глеб вернулся тоже из Витязя. Наш воспитание гомельского гонбола. И ждем в аренду, берем Александра Буйкевича из Брестского гонбольного клуба. Как видно, приоритет белорусам и в первую очередь местным игрокам. Воспитанников гомельского гонбола большинство в команде. Расчет в том числе экономический. Содержать легионеров накладно. Кстати, в команде только один иностранец. Это украинец Павел Пархоменко. Мы стараемся делать ставку на белорусских гонболистов. С этого состава у нас 13 человек воспитанников гомельского нашего гонбола. Поэтому люди есть. Почему отказываться от своих, где вложены деньги в них с детства. Поэтому мы стараемся делать не только на гомельских, но и на белорусских спортсменов. Потому что это будущее наше, будущее сборной команды. Повторить бронзовый успех минувшего сезона и по возможности побороться за серебро национального чемпионата. Такие задачи перед собой ставят игроки и тренерский штаб команды. Будем биться за каждую игру, за каждую победу. Так что, я думаю, задача у нас довольно-таки реальная. Кроме чемпионата страны, подопечные Сергея Цыганкова намерены сыграть в Балтийской лиге. Участие в турнире даст команде игровую практику, которой явно не хватает во внутреннем первенстве. Не лишним будет и международный опыт. Учитывая наш чемпионат, количество игр небольшое. Это дополнительные игры, дополнительные международные игры. Там есть достаточно, можем сказать, 6 команд достаточно сильных. Для нашей команды это будет хороший прибавка. И календарь спортивных соревнований увеличится. Это дополнительно мы сыграем 12-14. До старта чемпионата, который намечен на начало сентября, команда планирует принять участие в нескольких международных турнирах. Один из них в первой половине августа пройдет в Гомеле. В Ветковском районе прошел второй открытый республиканский чемпионат немецких курцхаров по болотной дичи. СОЖ-2015. Мероприятие, организованное Гомельской областной организационной структурой, Белорусское общество охотников и рыболовов, собрало заводчиков элитных охотничьих собак из Белоруссии, Украины и России. Вместе с международными экспертами мы оценили работу собак по дичи в реальных условиях. Второй открытый республиканский чемпионат немецких курцхаров по болотной дичи СОЖ-2015 собрал настоящих фанатов своего дела – людей, одержимых страстью охоты. Безусловно, главные герои соревнований – это курцхары. Всего около 50 элитных собак из Белоруссии, Украины и России. Курцхар или немецкая короткошерстная легавая имеет разные интерпретации своего названия. Однако наиболее распространенные принято считать от слова «лежать». Ранее во время охоты собаки ложились на землю таким образом, что охотник мог накрыть их вместе с дичью сетью. Кстати, стойка курцхаров является одним из ключевых пунктов оценки и современных соревнований. Лежачая стойка трансформировалась в более эстетическую стойку, скульптурную. Можно сказать, когда собака вообще ни единого движения не делает. Вы подходите к ней, скажем, метров 50-100, можете идти 5 минут, она не сдвигается. Она показывает скульптурно вам и своим носом, где находится эта птица. Обаяние, скорость и манера поиска. Стойка, типичность стиля, постановка и послушание. Действия собаки оцениваются по ряду самых разных критериев сразу несколькими экспертами. Во время соревнований собака и охотник понимают друг друга благодаря жестам, мимике, а иногда кажется и какой-то внутренней связи. Собаки ищут не подсадную птицу, а живую дичь, что создает определенные трудности, так как нельзя заранее предусмотреть ее наличие. Также многое зависит и от погоды, которая может помешать поисковому процессу. Однако участники соревнований уверены, собака должна уметь работать в любых условиях. Младший мой пес в прошлом году действительно ему удалось завоевать переходящий приз, который был учрежден. Доля везения, безусловно, тут присутствует. С другой стороны, побеждают сильнейшие и достойные собаки. То есть подготовленная сильная собака шансов у нее гораздо выше показать достойный результат. Охота с собакой в нашей стране, как и в соседних, пользуется особой популярностью. Это в первую очередь эстетика. Добыча уходит на второй план. Стоит отметить, что на чемпионате СОЖ-2015 никто не стрелял и все птицы остались целыми. А гости и организаторы, в свою очередь, очень довольными. Я думаю, что те мероприятия, которые мы провели на Гомельщине, сплотят не только наших охотников, не только тех гостей, которые приехали на сегодняшний день к нам, но и в целом будут способствовать укреплению и мира, и дружбы. Мы рады всем в целом и расширению связей, и укреплению дружбы, добрососедства. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова